Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. В последнее время случаются резкие припаренные настроения. Особенно научу обеспечение продолжительного времени, апатии, панической атаки. Могу заплакать на ровном месте или резко начать что-то делать. Резко бывает. Все воспринимают штыки. Говорю близким о своём состоянии, они не воспринимают это всерьёз. Нет поддержки. Ну, смотрите, сейчас то, что вы описываете, выглядит как ситуация, при которой вы перенапрягаетесь. Где-то в одном месте вот именно перенапрягаетесь. Ну, то есть, заплачиваете сильно больше усилий, чем вам бы хотелось, или чем вам было бы комфортно. В одном месте так происходит. В другом месте вы, наоборот, нуждаетесь в дополнительных ресурсах. Ну, это естественно, потому что где-то вы теряете. Где-то вы теряете, где-то вы, соответственно, хотите получить. И потребность в поддержке от родных и близких в данном случае, как мне кажется, является результатом, именно того, что вы к себе очень невнимательны. Дело в том, что тот факт, что у вас панические опаки, тот факт, что вам не хочется, ну, ничего делать, или бывают резкие. Резкие скачки активности, связанные с тем, что вы постоянно в напряжении, скорее всего. Это связано именно с тем, что вы постоянно в напряжении. Вопрос в том, что генерирует это напряжение, то есть, что его создает. Сейчас непонятно, что создает напряжение, потому что не совсем понятно, в каких условиях вы живете, кроме только, наверное, того факта, что с родными у вас складывается все не слишком хорошо. Вот. То есть, тут нужно, конечно, в этой ситуации разбираться более, ну, более подробно, скажем так. Вот. Потому что сейчас больше непонятного, чем понятно. Далее, вам нужно обратиться к врачу, если у вас есть панический опаки, то исключить физиологическую причину для их, ну, для их появления, для их проявления. Вот. Потому что если у вас, ну, имеет место быть физиология, да, если вот по физиологическим причинам у вас возникают панические атаки, то вам психотерапия будет бесполезна. Вот. Ну, она вам в любом случае нужна, потому что наладить отношения с близкими людьми хотя бы желательно. То есть, хотя бы желательно, чтобы вот отношения с близкими вам людьми вы могли бы выстраивать, ну, все-таки как-то по возможности, так, как хочется вам, да. Вот. То есть, ну, понятно, что близкие люди не должны, как бы, вот, соответствовать вашим требованиям и надеждам. Но, тем не менее, я думаю, что крайне желательно, чтобы вы могли, могли, могли налаживать взаимодействие с ними. Вот. А сейчас, ну, как вы понимаете, да, этого не происходит. Сейчас, как вы понимаете, вам тяжело. Сейчас, как вы понимаете, вам трудно достаточно. Вот. И сейчас, как вы понимаете, вы находитесь вот в состоянии, по большому счету, стресса. Сейчас вы находитесь в стрессе. Вот. Стресс это, в данном случае, состояние хорошее, то есть, ну, ненужно, ненужно стремиться избавляться от него, потому что, если его не будет, то вам будет только тяжелее. Вот. То есть, бороться не нужно, но и заботиться о себе необходимым чувством, вот. А вы не заботитесь, не заботитесь. Ну, вот, вы говорите здесь, эм, про учебу, да, то есть, вы пишете про учебу, описываете ситуации в ситуации, в которые, вот, неприятные ощущения возникают, эээ, по вашим, эээ, ну, по вашим словам. Эээ, в учебе, то есть, когда, вот, дело касается учебы, и, соответственно, ну, эээ, можно, эээ, предположить, что учеба на вас как-то оказывает давление, да, то есть, вы чувствуете, зачистываете давление от учебы. Вот. Ну, вполне вероятно, что, эээ, вы учитесь, эээ, не совсем, там, для себя, да, учитесь, там, для, вот, ну, для кого-то. То есть, это могут быть ваши родные, да, это могут быть какие-то люди еще и так далее. А также, ну, помимо этого, эээ, вероятно, вы привыкли как-то, эээ, игнорировать, эээ, то, что вам тяжело, тяжело, игнорировать то, что вам нелегко, вот, вы привыкли, эээ, вот, на все это, ну, условно говоря, забивать, вот. Привыкли, привыкли, может быть, может быть, вы привыкли это все терпеть, вот, ну, только, может быть, вы и привыкли терпеть, но возможности человека, они имеют определенные ограничения, да, и вот. То, что вы описываете очень похоже на то, что, вот, своих каких-то границ возможностей, возможностей вы достигли, достигли, вот, по крайней мере, на данный момент, то есть, когда самостоятельно вы уже, условно говоря, не справляетесь, вот. Но, опять же, эээ, ситуация здесь, она интересна, эээ, в первую очередь, чем она, в первую очередь, интересна эта ситуация тем, что вы, вот, себя, эээ, ну, заставляете, как вы себя, именно, что, вот, заставляете, эээ, ну, что-то делать, эээ, что-то делать такое, что вам, вот, не совсем, там, грубо, ну, грубо говоря, подыша, да, требуете от себя чего-то. И, на мой взгляд, это, конечно, далеко не самый хороший для вас вариант, то есть, вот, гуман, ну, такое гуманное отношение к себе, оно в данном случае отсутствует, и, соответственно, нужно с этим работать, нужно с этим работать. Эээ, немаловажную часть проблемы составляет то, что, эээ, вы ждете поддержки от людей, которые вас, ну, которые вас окружают, да, эээ, немаловажную часть, эээ, составляет эта история, что вы, ну, ну, что вы хотите, эээ, что вы хотите, ээээ, что вы ждете поддержки от этого. Эээ, вот, и, соответственно, ее не получаете, да, ну, потому что у людей, вот, свое какое-то, ну, свое видение, ээээ, ситуации, что, в принципе, кажется нормальным. Эээ, вот, но вы, как будто, вот, снова и снова, как бы ждете, вот, от людей, что они, ну, что они будут, ээээ, что они будут вас слышать, грубо, ну, грубо говоря, грубо говоря. Эээ, вот, а люди вас не слышат, и от этого вам, в принципе, становится только больнее, вот. Эээ, отказаться от, эээ, допустим, ну, своих ожиданий вы не можете, то есть, ну, опять же, да, там, сами не привыкли, не привыкли, ээээ, о себе заботиться, вероятно, или считать что-то недостойно, или еще что-то, то-то-то. В этом смысле это не так важно, эээ, вот, не так важна эта история, как важно то, что происходит непосредственно сейчас с вами. Вот. Эээ, ну, в любом, эээ, случае, в любом, эээ, абсолютно случае, на мой взгляд, вам, эээ, нужно корректировать эти вот, эээ, аспекты эти вот, ну, вот эти, вот эти несколько, несколько аспектов, ээээ, на которые я, себя обращу ваше внимание, эээ, вот, на мой взгляд, это эээ, м-м, крайне важна, потому что, ну, это оказывает самое, эээ, так скажем самое прямое влияние на вас, это оказывает самое прямое влияние на то, как вы себя ээээээ, чувствуете это иыээ, самое прямое влияние на то, как вы себя ведете, и это оказывает самое такое, самое прямое влияние на вашу жизнедеятельность. Вот. Скажем так, сейчас. Ну, сейчас мы можем говорить об этом. Вот в таком примерном ключе. Вот. Значит, можно ли вам помочь? Да, отвечая на вопросы о том, как вот побороть. То, что вы говорите, да, вот побороть. Ну, говоря простым языком, побороть может помочь вам психотерапия. Вот. То есть самый лучший способ, вот, что-то изменить, да, это выбрать себе, выбрать себе психолога, психолога, вот, и начать работать. Это самый лучший способ. Вам будет свои проблемы решить. То есть проживаете свои чувства, проживаете чувства какой-то обиды, чувства боли, чувства брошенности, вот, может быть, покинутости. Вот, все эти чувства можете прожить и, ну, как бы увидите, увидите для себя, в каком направлении можете вы, ну, двигаться дальше. Сейчас пока у вас, так скажем, есть такое состояние, да, сейчас вот, ну, есть такое ощущение, что вам, там, очень больно, например, есть такое ощущение, что вам обидно, и вот много, много достаточно сил занимает обиды. Вот. А вам, конечно, сложно и маловероятно, что вы будете, ну, что вы будете делать какие-то шаги. Вот. Поэтому, мне кажется, что в первую очередь нужно снять эмоциональный тонус. Дальше, дальше, дальше уже будет ясно, в каком направлении вы хотели бы двигаться. Ну, я имею ввиду, как. Что делать в своей жизни. Вот. На этом все, пожалуй. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Всего доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Вам она пригодится.